Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Постепенно лето идет к своему финалу. Впереди начинаются наши осенние, ну скажем так, приготовления к зиме, если можно так выразиться. Конечно же, жизнь не останавливается. Лето нам жалко с ним расставаться, но надо готовиться к осенне-зимнему периоду, который, как известно, ну скажем так, богат на всевозможные заболевания и не только. Впрочем, и летом люди не исключают встречи с вирусом. Обо всем этом мы будем говорить сегодня с Татьяной Владимировной Андреевой, главным специалистом-экспертом Раменского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области. Здравствуйте, Татьяна Владимировна. Здравствуйте, Николаевич. Давайте сразу начнем. Летом людям кажется, что тепло, а в этом году было жарко, собственно говоря, как последние годы. Жара такая, что слово кондиционер, наверное, самое популярное было. Тем не менее, люди болеют вроде бы как зимними заболеваниями. Грипп, там, Орви или еще что-то. Почему так происходит? То есть вирусу все равно, какое время года? Вирусу совершенно верно. Вы сказали все равно, какое время года, но считается сезонной заболеваемостью, потому что в эти сезоны заболеваемость растет. Циркуляция вируса у нас круглогодичная. Ему все равно, какая погода на улице, он живет в организме человека и передается от человека к человеку. Но все равно у него тоже, видимо, какой-то отпуск, потому что все-таки летом люди меньше болеют глобально. А вот зимой как-то... Летом люди болеют меньше, потому что нет скучности такой. Люди разъезжаются в отпуска, расформироваются коллективы. Почему у нас называется эпидсезон? Эпидсезон у нас начинается, как правило, на 36-й неделе каждого года, когда наши дети и взрослые собираются в организованные коллективы. В кучку. В кучку, да. И все приносят, все свое приносят с собой. Соответственно, есть все условия для распространения данных заболеваний респираторных. Мы проводим каждый год анализ предыдущего эпидсезона, строим графики, соответствующие по определенным возрастным группам. И на этих графиках отчетливо видно, что когда дети собрались в коллективы, ну и взрослые тоже, у нас начинается рост. Да, сразу же идет рост. И в некоторые годы постепенный, в некоторые годы взрывной рост заболеваемости. Но когда дети наши уходят на каникулы, на графиках тоже наглядно видно снижение заболеваемости. Мы же все равно живем в коллективе, деваться некуда, потому что по одиночке пропадешь. Поэтому надо быть, надо вернее понимать, что коллектив от нас никуда не денется. Это, наверное, хорошо. Но нужно себя обезопасить. Об этом мы будем сегодня говорить. Но начнем, наверное, с самого научно-популярного. Сейчас нас пытаются запугать какой-то обезьянь и оспой, хотя ваше руководство заявило о том, что нам это не грозит. Тем не менее, отталкиваясь от этого, и действительно, по миру пока еще все это более-менее... Никто не кричит, что это пандемия. Но готовится ли нам к каким-то новым вариантам, если не ковида, то чего-то другого? Потому что немножечко, конечно, мы все в памяти у нас это сохранилось. Или сейчас у нас будет более-менее такой спокойный период, что не отменяет гриппа, каких-то штаммов и так далее? Дело в том, что циркулирует более 200 разновидностей вирусов респираторных, помимо гриппа. Грипп – это сам по себе и куча респираторных вирусов. Роспотребнадзором проводится круглогодичный мониторинг за циркуляцией данных вирусов. Отбирается материал как от здоровых людей, так и от больных людей. И на нашей территории мы все эти результаты получаем, поскольку от наших пациентов и здоровых людей отвозится материал в лаборатории. Анализ показывает, что круглогодично у нас никуда не исчезает риновирус, респираторно-синсциальный вирус. В некоторые месяцы преобладает метапневмовирус, боковирус, есть вирусы парагриппа, аденовирусы. Сейчас прибавится еще несколько фобий. Да, но дело в том, что вакцина-то у нас разработана только против гриппа. У нас нет вакцины против респираторных заболеваний. И почему? Ну, пока ведутся разработки. То есть разработка ведется? Разработки ведутся, да. Но дело в том, что научно доказано, почему против гриппа разработана прививка, потому что данное заболевание вызывает очень много тяжелых осложнений, в результате которых люди, к сожалению, погибают. Поэтому... На него было основное внимание. Да, и ведь у нас же были пандемии. Испанку все помнят. Слава богу, помним, но не знаем. Да, помним, но не знаем. Но мы знаем пандемию 2009 года, свиного так называемого гриппа, когда унесло много человеческих жизней этим вирусом. Поэтому рекомендации такие, что нужно подготовиться к сезону и сделать прививку против гриппа. Ну, вот сейчас мы об этом поговорим. Здесь, как всегда, вечный вопрос, который касается, хочу прививаться, не хочу, боюсь. Кстати, тут еще, ну, не могу тоже не сказать, новостной такой повод. Сейчас много информации, не всю ее можно проверить, не всей можно доверять. Но некоторые американские, или, скажем так, зарубежные вакцины, сейчас там суды идут, потому что... И даже признано уже научным сообществом, что там какие-то не самые лучшие были сделаны вакцины против коронавируса. Но, тем не менее, понятно, что коронавирус для всех был новинкой. Насколько мне известно, про наши все, никто ничего плохого не говорит. Но давайте поговорим вообще о так называемом календаре прививок, потому что он же существует. И, собственно говоря, это не значит, что там 1 сентября надо уколоться, или там до 1 декабря, как у нас обычно в Москве, например, машины даже возле метро стоят. Что такое календарь прививок, и работает ли он сегодня, есть ли какие-то обязательные прививки, и прививки, которые люди могут сделать добровольно? Да, национальный календарь профилактических прививок утверждается приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации. В действующем национальном календаре профилактических прививок обязательно является прививка против дифтерии, против кори, коклюша, паратита, гепатита B и ряда других инфекций, в том числе против гриппа. Определены обязательные возрастные группы. Их несколько. Их несколько, да. И есть национальный календарь по эпид-показаниям. Это в зависимости от того, на какой территории какие заболевания преобладают, и, соответственно, проводятся... То есть он немножко видоизменяется в этой местности. Да, да, да. То есть по эпид-показаниям он, допустим, не обязателен в Люберецком районе, если у нас не эндемичная территория по гепатиту А, то обязательно не надо всех прививать. А против гриппа, да, поскольку мы сейчас готовимся к сезону гриппа, мы про него поподробнее поговорим. Конечно, о второй части мы посвятим всю теме. Это другая будет передача, да. Против гриппа, значит, обязательными контингентами у нас являются дети, которые посещают детские сады, школьники, сотрудники образовательных учреждений, медицинских учреждений, коммунальных учреждений, общепита, транспорта, лица старше 60 лет, имеющие или не имеющие хронических заболеваний, военнослужащие и беременные. Вот эти контингенты... Практически все такие вот... Практически, да. Большинство людей... Да, да, да. Но у нас по законодательству люди имеют право отказаться от прививок. Это законодательно утверждено. Есть медицинские отводы от прививок, по состоянию здоровья. По состоянию здоровья, конечно. С другими какими-то проблемами. Конечно, какие-то другие заболевания, то есть медицинский отвод. То есть не так, чтобы вот все с 1 сентября идем прививаться. Но это не косвенное доказательство того, что все-таки прививка это не есть такая панацея? Нет, нет. Потому что если бы это была панацея, вряд ли бы кто-то отказался бы. Но у нас антипрививочная компания во всю широко работает. Да, поэтому тут косвенное доказательство, я думаю, не совсем применимое такое. Но государство, видите, не делает. Я понимаю, что вы как при исполнении, но от себя скажу, что государство все-таки дает право человеку выбрать, и человек сам вправе принимать решение. Но потом, особенно когда человек сам за себя принимает решение, это одна история. Когда он принимает решение за свою семью, за своих старших родственников или за детей, то это уже как-то, наверное, надо прежде подумать, чем отказаться. Тем более, я помню, когда у нас ковид, все программы были посвящены так иначе ковиду. И действительно была очень сильная такая программа, посвященная вот именно анти... Антипрививочной компанией. Да, это вот была очень интересная. Но, тем не менее, мы сегодня немножко не об этом говорим, а говорим о том, что надо немножко встряхнуться перед первым сентября. И тогда давайте вот еще поговорим о чем. От ковида у нас что-то остается, потому что я смотрю, многие люди, которые явно не 60 лет, ну, понятно, там иностранцы, например, китайцы, постоянно практически в масках ходят. А вот многие люди почему-то носят маски в метро или когда приходят в магазин. Нужно носить сейчас маски или не нужно? Ну, как сказать, масочный режим – это хорошее профилактическое средство, потому что... На всякий случай, да? На всякий случай, конечно. Потому что респираторный этикет у нас не все соблюдают. Что такое респираторный этикет? Мы когда чихаем или кашляем, мы всегда ладошки к лицу придем. А потом мы беремся за разные поверхности, за поручни в транспорте и, соответственно, оставляем то, что у нас есть на наших руках. Поэтому, дабы избежать контакта и самим, если мы неважно себя чувствуем и подозреваем, что у нас респираторная инфекция, чтобы не распространять ее, надеваем маску. И даем как бы сигнал людям, что... Да, да. А если мы здоровы и боимся сами получить, то это тоже защита. То есть вот такая двухсторонняя защита. Но маски нужно тоже правильно уметь носить. Их нужно менять каждые два часа. То есть 20 часа – это уже бесполезно? Да, это бесполезно. И поэтому нужен запас масок с собой, если мы в транспорте едем. Потому что в транспорте ведь какая большая скученность. И не исключено, что кто-то обязательно будет находиться с вами рядом, тот, кто нездоров. Ну, завершая первую часть нашей сегодняшней программы, давайте все-таки мы вернемся к нашему, в кавычках, другу ковиду, который вроде бы как схлынул. Тем не менее, мы слышим, скажем так, рост заболеваемости опять циклично происходит. Штаммы разные приходят. Но тем не менее, и люди, к сожалению, уходят. Но это не в таких количествах. Не в таких масштабах. Да, позволю себе такое можно. С точки зрения гуманитарного отношения. Но тем не менее, количество летальных исходов, конечно, по сравнению с тем, что было, гораздо меньше. Тем не менее, можно ли отбросить сегодня ковид нам и сказать, что да, все уже, все дело закончено, вакцина уже есть, вот, и такая-сяка. Или все-таки нужно поднапрячься и, может быть, в сентябре, октябре и в декабре все-таки масочку поносить? Настороженность должна оставаться. Да, пандемия коронавируса закончена, но он продолжает циркулировать. И это тоже доказывается у нас с помощью мониторинга, что среди людей, неважно какое время года, коронавирус выделяется. По положению Роспотребнадзора, медицинскими учреждениями обязательно обследуются люди с респираторной симптоматикой на ковид. И в результате обследования, да, у нас есть находки. Коронавирус никуда не делся. И продолжается этот мониторинг, и мы видим, что сейчас, да, начинается рост заболеваемости, в том числе и ковидом. И, к сожалению, вот те случаи, когда заканчивается летальным исходом или даже нелетальным исходом, он по-прежнему довольно тяжело может проходить, да? В разной степени тяжести он проходит. От легкой до тяжелой, да. Ну, то есть нужно быть к этому готовым. Да, да. Если мы сейчас будем разговаривать про профилактику респираторных инфекций, то у нас есть специфическая и неспецифическая профилактика маски относится к неспецифической профилактике. Поэтому сейчас законодательно нет такого требования в обязательном порядке носить, но как рекомендация мы советуем. Если же начнется рост заболеваемости, у нас рассчитываются пороги заболеваемости. То есть каждый год собираются данные о том, сколько на той или иной неделе у нас болеет людей, и рассчитываются пороги. И, соответственно, если на этой неделе у нас значительно превышены эти пороги, то территориальные органы Роспотребнадзора имеют право вынести свое постановление о дополнительных ограничительных мероприятиях. И тогда мы настоятельно советуем носить маски. Понятно. Вот здесь сделаем небольшую паузу, ну а дальше уже поговорим о профилактике, как вы говорите, уже специфической. Потому что это очень важно. Впереди 1 сентября, как мы выяснили в первой части нашей программы, что все мы потихонечку возвращаемся к своим профессиональным кучкам, если можно так сказать, коллективы трудовые и так далее. И нужно быть готовым и к отрицательным сторонам этого процесса. Сделаем небольшую паузу и вернемся в программу «Открытый диалог». Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях главный специалист-эксперт Раменского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области Татьяна Владимировна Андреева, с которой мы говорим о том, что все знают, все предполагают, все иногда, что называется, крестятся и надеются, что пройдет мимо. Но, тем не менее, так устроен человек, наверное, нету такой особи, которая никогда не болела гриппом или чем-то похожим на грипп. Давайте поговорим о профилактике гриппа и ОРВИ, тем более, что, скажем так, в позднем Советском Союзе, насколько я помню, это было самое популярное, заболевает ОРВИ. ОРВИ, ОРВИ, ОРВИ. Под это ОРВИ вроде все и подходило. Чем отличаются грипп от ОРВИ и профилактика у них одинаковая или разная? Давайте поговорим сначала не в плане каких-то эпидемий и так далее, а в плане вот просто человек заболел. Человек заболел. Респираторные признаки – это покраснение в носоглотке, кашель, насморк, повышенная температура. В принципе, все имеет место быть как и при просто респираторных заболеваниях, так и при гриппе. То есть чисто клинически не всегда возможно отличить респираторные заболевания от гриппа. Поэтому раньше у нас в санитарных правилах разрешалось ставить диагноз по клиническим признакам. Оптные врачи могли это сделать, но сейчас настолько идет смешение вот этих и вирусов, и клиническая картина стертая бывает. Поэтому, согласно новым санитарным правилам, у нас диагноз грипп теперь ставится только лабораторно подтвержденный. Или же, если случаи связаны между собой эпидемиологически. Если, допустим, в семье заболели два ребенка, одного обследовали, поставили грипп, а клиническая картина у них одинаковая, то второму у ребенка уже ставят эпидемиологически этот диагноз. Но это не так часто бывает. Поэтому все случаи гриппа, которые в официальной статистике фигурируют в последнее время, это все лабораторно подтвержденные. Тем более грипп у нас разный. Есть штамм АН1Н1, это вот известен нам с 2009 года. Тот самый свиной. Есть грипп H3Н2, разновидность, и есть грипп Б. И в зависимости от того, какие из этих вирусов циркулируют, рекомендуется состав вакцины. И они есть на сегодняшний день, эти вакцины? Да, на сегодняшний день у нас в район уже поступили 3 вакцины. Название их Савигрипп, Флюэм и Ультрикс Квадри. Ультрикс Квадри – это 4-х валентная вакцина, в отличие от 2 предыдущих, в которых входят 3 штамма вакцины. А в Ультрикс Квадри – 4. То есть 2 штамма гриппа А и 2 штамма гриппа Б. А в Флюэм и в Савигриппе – там по одному штамму гриппа Б. То есть последняя, вроде как, лучше получается? Да, она более современная, она из последних разработок, поэтому Ультрикс Квадри, она у нас и в большем количестве приходит. В принципе, человек имеет право выбора. Вот сейчас человеку вообще хорошо пойти к терапевту или к педиатру, сказать, что я хочу вакцинироваться перед сезоном. Врач осмотрит данного пациента, измерит температуру обязательно и посоветует, какую вакцину сделать. Потому что в каждой вакцине немножечко отличается состав и показания по возрасту, скажем так. Потому что Флюэм – это только для взрослых старше 18 лет. А, ну это уже само по себе. Да, да, уже в инструкции к препарату написано. А Савигрипп и Ультрикс Квадри для детей от 6 месяцев и одна вакцина лицам до 60 лет, а другая без ограничения возраста. Поэтому надо обязательно посоветоваться с врачом, какую вакцину сделать. Ну тут опять возвращаемся к анти-вакцерам. Почему? Потому что вот приходит человек к врачу. Предположим, что-то он напугался или просто решил сделать. Вот ему померили температуру. Пускай человеку будет 40 лет такой сейчас возраст. Практически молодой еще, по новым правилам. И ничего у него врач не обнаружил, ну нормальный организм и так далее. Насколько мы можем быть уверенными, что ту вакцину, которую он выберет, любую из этих двух, как мы говорим сейчас, да, он сделает, и у него не будет каких-то последствий. То есть есть ли у этих вакцин какие-то, ну, осложнения, которые могут быть? Или они уже прошли настолько, вот весь спектр исследований, и можно быть, ну, чувствовать себя в безопасности? Во всех инструкциях прописаны те осложнения, которые могут вызывать эти вакцины. Как любой таблетик. Как любой препарат, конечно, конечно. Поэтому всегда врач должен предупредить об этих осложнениях, и человек уже принимает решение. Но вы знаете, сколько... Ведь у нас, когда начинается прививочная кампания, прививается большое количество людей, и медицинские организации обязаны подавать нам сведения об осложнениях. Обязаны, да. И каждое осложнение расследуется, почему произошло это осложнение. Поэтому это не... Не просто так. Да, не просто так, не пустые слова, и к вакцинации большое внимание. Никакой процент осложнений может быть. Вы знаете, но у нас не поступило ни одного сообщения. Ну, то есть просто температура у человека повышается, как правило, да, к вечеру, а завтра уже хорошо. Но повышение температуры до определенных цифр – это нормальная реакция на введение вакцины. Потому что при введении народного, скажем так, препарата, у нас организм начинает работать. Ведь вакцины против гриппа не содержат живых вирусов. Они все инактивированы или содержат частицы вирусов. Ну, то есть они как бы будут активироваться, если, не дай бог, попадет в живую. Да, но эти, скажем так, антигены или частички вируса, которые с вакцины вводятся в человеческий организм, стимулируют наш иммунитет на выработку антител, на выработку защиты. И этот процесс, естественно, сопровождается небольшим повышением температуры. И какая рекомендация дается, когда вам сделали прививку, не надо в этот день идти в баню, в бассейн, в торговый центр. То есть надо себя поберечь хотя бы 3-4 дня, избегать повышенной нагрузки физической. Соответственно, нежелательно употреблять алкоголь в больших количествах. Ну, в общем, немножко… Да, надо себя тоже поберечь. В латер-жиме, да. Да, а то у нас как, получается, ребёнка привели к врачу, сделали прививку, а пойдём мы с тобой в торговый центр купим тебе что-нибудь. А ребёнок уже начинает… Да, или там куда-нибудь на праздник поедем. Поэтому, конечно, иногда мы сами провоцируем вот эти осложнения на вакцину. Ну вот я знаю, и вы, и ваши коллеги говорили, и мы уже сегодня даже касались этой темы, что много всяких прививок. Люди есть разные, есть люди, которые любят все прививки делать. Вот. Как выдерживать, например, пришёл, сделал прививку от гриппа, можно ли ещё какую-то прививку делать? И нужно ли, да? Может быть, какой-то комплекс? Или это надо как-то разбить на какое-то количество времени? Правило такое. Можно сделать несколько прививок сразу в один день, например, против гриппа, против ковида и против пневмококковой инфекции. А, ну это хорошо. Можно в один день. В разные части. И вакцина ведь вводится разным способом, внутри мышечная, подкожная, это всё в инструкции прописано. То есть немножко обмануть организм, да? То есть если хватит частей тела и сил, да, то можно сделать несколько вакцин в один день. Или же с интервалом в месяц. Подождать. Да, подождать. Нужно тогда сделать с интервалом. Поэтому каждый советуется с врачом. Врач смотрит и решает, надо это делать или не надо. Вот тут ещё некоторые скептики говорят, не антиваксеры, которые делают прививку, всё, потом раз и заболевают гриппом. И говорят, вот, если бы я не делал, я бы не болел. А тут я сделал и заболел. Они почему-то думают, что прививка спровоцировала заболеваемость. Давайте мы как-то развеем этот миф. Развею миф, потому что гриппом именно после прививки заболеть сложно, потому что в вакцине нет живого вируса. Я ещё раз повторюсь. Если единственное, что человек находился в инкубационном периоде. А инкубационный период – это когда нет клинических проявлений. То есть и такое возможно. А потом, вот заболел гриппом, часто говорят, а лабораторного подтверждения нет. А мы с вами в начале передачи говорили, что у нас циркулирует больше 200 респираторных вирусов. То есть человек не защищён от остальных респираторных вирусов. Встреча всё равно состоится. Встреча может состояться. Поэтому пока сейчас нет такой широкой циркуляции гриппа и респираторных вирусов, лучше сделать до начала эпидсезона эту прививку. Тем более, если раньше у нас вакцина поступалась с середины сентября, к концу сентября, то сейчас, на сегодняшний день, в наших поликлиниках уже есть вакцина против гриппа. А как эту вакцину получить? Я имею в виду, есть какая-то программа? Либо человек приходит, должен записаться к врачу, к терапевту, потом терапевт его куда-то направит. Вы знаете, да? Да, да, да. Либо есть какой-то отдельный вход, куда человек приходит, и будут замерить температуру, тра-та-та-та, сделали, ну, как это было в ковидные времена. Ну, на сегодняшний день в поликлинике надо прийти к терапевту, а он направляет на прививку в прививочный кабинет. Отдельного входа на сегодняшний день нет, пока, скажем так, массово вот эта вакцинация не началась. А, ну, если она будет, они тогда сделают специальный вход в кабинет. Тогда уже в поликлинике, да, они это всё организуют. Это удобно, и в поликлинике, и у граждан. Ну, да, да. Хотел ещё вот о чём поговорить. Слово грипп у нас используют по разным так направлениям, тем более сейчас многие люди возвращаются, ну, скажем, кто с юга, кто из другой местности, что называется, и иногда могут привести в кавычках, опять же, как название, заразу с собой, да. Вот появляются такие словосочетания, как желудочный грипп, отравление много и так далее. Вот против этого что-то есть, или это, собственно говоря, ну, такая вот, к сожалению, обязательное условие возвращения к традиционной будней жизни? Ну, у нас же есть ряд вирусных инфекций, которые с кишечной симптоматикой. И это далеко не грипп. Кишечный грипп – это, скажем так, в народном обиходе диагноза. Диагноза по международной классификации болезни такого нет. И, опять же, повторюсь, нужно лабораторное подтверждение. Если, допустим, у человека рвота и понос, а у него выявляется вирус гриппа, это не значит, что грипп вызвал такую симптоматику. Потому что нужно обследовать и на другие вирусы. Соответственно, энтеровирус, ротовирус, они дают кишечную симптоматику, и их часто привозят из поездок. Но это тоже нужно лабораторное подтверждение. Ну и плюс тут надо, чтобы человек перестраивается. Туда приехал, перестроился, сюда приехал, перестроился. Конечно, вода другая, еда другая, контингент другой. Настроение другое. Настроение другое. Как вы считаете, на сегодняшний день мы слышим, что вакцинация начинается, собственно говоря, уже сейчас, да? И до какого момента она идёт? До 1 декабря, когда потом бесполезно? Ну, у нас по нашим документам, да, рекомендуется до 1 декабря привиться против гриппа, но никто не отменяет прививку и 30 декабря, скажем так. Перед новым годом. Да, или начале января. Это всё возможно. Просто, как правило, поскольку медицинским учреждениям тоже даётся указание, вакцины не остаётся. То есть всё-таки люди... Да, люди приходят на прививку, этому способствуют. Это работа в средствах массовой информации, профилактические беседы, статьи в газетах, интернет опять же... Сейчас будет провокационный вопрос. А вы вакцинируетесь? Да, я обязательно вакцинируюсь. Я не прививалась один единственный год против гриппа, потому что штаммы были все те же самые в вакцине, но это было один раз за всё время моей работы. И я, конечно, советую это сделать. И есть научные статьи, даже людей прививали против пневмококковой инфекции, и эти люди легче переносили заболевания коронавирусной инфекцией, то есть без осложнения. То есть уже тогда даже предполагают. Да, да. Ну, давайте мы завершим программу ещё-таки. Всё-таки Роспотребнадзор. Название такое в организации сильное. И многие люди переживают, ну, всегда переживали по поводу любых лекарств. Да, там целые исследования есть, что некоторые лекарства поддельные и так далее. На сегодняшний день вакцины, всё, что касается профилактики гриппа, ОРВИ, кобиды и так далее, это находится под надзором вашей организации? Да. Они все проходят испытания, исследования. Но не только наша организация, и Минздрав принимают участие. То есть пустышку никакую не завезут? Нет, нет. У нас все вакцины наши, российского производства. И вот я повторюсь, что осложнений на них из медицинских учреждений к нам не поступало. Потому что говорить можно всё, что угодно. Документального подтверждения этому нет. Ну, приятно всегда, когда мы говорим именно фактами. Это я тоже люблю, потому что если что-то происходит, тогда происходит какое-то исследование. Ну, собственно говоря, как в любой другой профессии. Комиссия собирается, начинает исследовать, почему произошло отклонение от нормы. Мы благодарим Татьяну Владимировну Андреевну, которая нас немножечко вернула к жизни в этот летний период. Потому что действительно не за горами у нас осень. Она наступает гораздо быстрее, чем лето. И поэтому, пожалуйста, пересмотрите, может быть, программу ещё раз. Обратитесь к своему терапевту, к свою поликлинику. Проведите исследования и, может быть, сделайте всё заранее, а не 1 декабря. Чтобы пройти этот осенне-зимний период легко, непринуждённо и не болея. Спасибо вам большое. Напомню, что в гостях у нас был главный специалист-эксперт Раменского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области Татьяна Владимировна Андреева. А это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пемененко. Всего доброго. До свидания. И не болейте. Редактор субтитров А.Семкин